17.00 на часах студийных. Это программа «Культурный код». Меня зовут Надежда Савельева. Всех телезрителей и радиослушателей приветствую. В ближайший час будем говорить много о чем интересном, поэтому не переключайтесь. Телефон прямого эфира 22-60-11. Представлю вам наших гостей. Анастасия Патчина – фотограф и Лариса Баканова – фотохудожник. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о таком замечательном проекте. Кёк называется. Собери коллекцию хакасских инструментов. Узнаем, что это за проект. Не так давно были получены средства, гранта, трос молодежи. Посмотрите, у нас даже в студии результаты есть. Поэтому давайте уже начнем. Немножко расскажу. Это культурно-образовательный проект для школьников. Правильно же я поняла? Реализуется на средства гранта «Росмолодежи». Проект предусматривает создание видеокаталога хакасских музыкальных инструментов, издание книги-инструкций с макетами Чадхана и других инструментов. Также проведение мастер-классов для школьников в Хакасии по созданию моделей хакасских музыкальных инструментов. Такой необычный проект, я бы сказала. Давайте расскажем, наверное, почему вообще возникла такая идея. У кого возникла идея? Анастасия Пачина у нас руководитель проекта. Вы, наверное, и начнете. Как вообще зародилась идея? И для чего вообще все это было решено? Идея этого проекта зародилась года два назад, когда в редакцию газеты «Хакассия» пришел ансамбль «Любер». В 22-м году, в апреле, да. У нас, значит, был совместный проект в газетах «Хакассия» и «Филармония». Да. Тогда это коллектив «Ульгир», вот, значит, под руководством Вячеслава Кученова. Он, значит, как бы своим участникам задал такое задание. Давайте, говорит, вот эти сказания, которые, ну, хранятся где-то, да, вот, наших сказителей, там, Курбежекова, там, Кадышева, ну, еще много там, и Доброва, например, да. Чтобы они звучали, чтобы люди слышали со сцены вот эти произведения. И прямо вот своим участникам задал задание вот выбрать какой-нибудь эпос старинный, да, и выучить, и его исполнить. А чтобы это зафиксировать, чтобы и газета написала, и где-то на видео это прозвучало, вот, и они обратились, чтобы у нас был такой совместный проект. И Настя как раз пришла вот на этот проект фотографировать вот эти музыкальные инструменты. У нас, значит, вышло две статьи в газете, значит, как, прямо они у нас в актовом зале исполняли вот эти произведения, Настя снимала, а я даже писала холстом маслом с натуры. Ничего себе. Да, вот с этого момента, как бы, у нас еще не было, но, как бы, мы потом, это у нас вернулось. Через какое-то время Марина Грибкова, пресс-секретарь Хакасской республиканской филармонии, она говорит, нам нужно продолжать проект. Нам нужно про хакасские инструменты говорить, нам нужно популяризировать культуру Хакасии. Тем более, возможно, здесь такая замечательная, и артисты хотят этим заниматься. Я такая начала мотать на уст, такая, думаю, так, так, так. А в газете Хакасии, когда мы снимали для Ульгера эти сказания, я начала фотографировать инструменты, и я поняла, что мне не хватает света, мне не хватает хорошего фона. Я бы хотела показать их немножко по-другому, приоткрыть их таинственность, какую-то вот, ну, вот что-то такое. Всегда, когда в Хакасию приезжают, говорят про энергетику. И вот эту энергетику хакасских, республиканских инструментов мне очень хотелось передать. И как-то все это, как мозаика, начало складываться. Потом я зашла в гости, я работала долгое время в газете Хакасия. По привычке захожу в гости, мы с Ларисой начинаем разговаривать про хакасские инструменты, про хакасские наряды, костюмы. Она кукол делает замечательных, про это тоже Лариса, думаю, может рассказать. И мы начинаем про это говорить, и я понимаю, так вот же, ну, по сути, вот же проект. Я предлагаю филармонии, предлагаю музею нашему национальному хакасскому объединиться и сделать такую коллаборацию. И для школьников в Хакасии провести серию мастер-классов по сборке инструментов. Лариса сделала макеты перед тем, как мы начали... Разработала развертку. Перед тем, как мы начали писать грантовый проект, она это все сделала, показала, что это будет выглядеть вот так. Так, здесь, получается, выполнена... Бумага, картон и легкий пластилин. Он засыхает, затвердевает. И можно играть с таким сувениром. Можно играть с куклами, можно в кукольный домик принести хакасский национальный инструмент, и ребенок взаимодействует, запоминает, прикасается к хакасской культуре, ну, вот прям вот так. То есть он ее трогает. Да. Одно дело увидеть, услышать музыкальный инструмент, а другое дело, когда ребенок сам начинает это все лепить. То есть это отношение совсем другое уже. Я говорю, еще когда проводили этот проект, я говорю, дети, вы игру, когда придете на концерт, и когда увидите вот тот же Хомес, тот же Читхан, вы по-другому будете воспринимать эти музыкальные инструменты. Вот как бы мы хотели зацепить детей, заострить внимание вот на хакасских музыкальных инструментах этим проектом. Я интуитивно пишу проект, подаю этот проект Росмолодежи, и команда Росмолодежь Грант его одобряет. У нас бюджет был в пределах разумного, плюс у нас проект был направлен не просто на образование, а на альтернативное образование, на сохранение культуры, на альтернативное образование. Когда ты пишешь гранты, по сути, это социальный грант, у тебя не должно быть какого-то личного в него интереса, материальной выгоды ты не получаешь. Это абсолютно социальный проект, он абсолютно бесплатный для школьников, и книги, которые мы выпустили в рамках проекта, мы тоже бесплатно передаем школам. То есть абсолютно не должно быть никакой выгоды, но у меня она все-таки есть. У меня двое детей, и я для них, участвуя в этом проекте, тоже даю что-то определенно, какие-то знания, обогащаю их. И я понимаю, что воспитывать детей таким образом, чтобы передавать им знания о культурном наследии, той земли, где ты живешь, это очень важно. И к нам приходят многие дети с родителями. И родители, они тоже представляют, сидят, лепят с этими детьми хомосы, склеивают читханы, им интересно. Они потом выходят из музея и благодарят нас. Говорят, это так важно, это так полезно. Мы вот раньше об этом никогда не задумывались. Придя на мастер-класс, послушав экскурсовода, узнав о том, что на нашей земле исторически так сложилось, что вот играли на этих инструментах. Телефон назовночек примем? Да. Здравствуйте. Надеюсь, вы здравствуйте. Но если он в реальности сделан, значит, этот проект будет помогать детям, а не сброшенным вовремя главное это делать. Спасибо. А скажите, а на какую возрастную категорию детей это больше рассчитано? Это подростки? Книжка 6+. Целевая аудитория проекта – это школьники с 3 по 9 классы. То есть довольно-таки большой такой размер. Да, то есть дети и подростки. Дети и подростки. И на мастер-классы к нам приезжали подростки из Аршановской школы и из-за многих школ Абакана у нас пришло уже 5 мастер-классов. В рамках проекта. В это воскресенье будет заключительный шестой. На него мы приглашаем школьников в музей. То есть можно позвонить в Хакасский национальный музей и записаться на мастер-класс. И самим сделать этот инструмент. В этот раз мы будем завершать. Мы начали с нашего царя хакасских музыкальных инструментов Читхана. Им же мы будем завершать. Можно позвонить в музей, записаться и прийти в это воскресенье провести полтора часа с нами, послушать этническую музыку. Потому что выступают на мастер-классе солисты ансамбля Хансын Хакасской республиканской филармонии. Демонстрируют нам игру на этих инструментах. Инструменты рассказывают их историю. И вот слушатель правильно заметил. Действительно для детей очень важно. Потому что они сразу воспринимают информацию об этом через несколько каналов. Через зрительный, через слуховой. Они делают тактильный канал задействуем. То есть это не просто куда-то для отчета в воздух. Вот мы популяризировали культуру Хакассии и все. Нет. На самом деле многие педагоги, получая сейчас нашу книгу, говорят о важности. В 12-ю школу я привезла. Мне сразу директор. Так. Она полистала книжку. И она начала. Угу. Так. Скоро будет день Хакасского языка. Мы проведем. Мы проведем тоже у себя такой мастер-класс. Дети изготовят хомосы. А потом мы пойдем в начальную школу. И подарим эти хомосы нашим малышам. И таким образом дети уже, пройдя этот путь от знакомства с инструментом до его изготовления, они же и малышам расскажут. Давайте такую акцию сделаем. То есть мы, когда делали этот проект, мы не думали, что будет настолько всем объемлющий эффект. И в итоге, когда мы это все сделали и показываем теперь результат нашей работы, и учителя говорят, блин, как классно. Как классно, что это появилось. Ранее ничего подобного не было у нас? Вот видите, в этом проекте мы использовали уже современные технологии, потому что там есть QR-код. Расскажите подробнее. Вот Настя сейчас продемонстрирует. Это что вы принесли? Это что такое? Расскажите. Они одинаковые все? Они все одинаковые. То есть это несколько экземпляров? Можно, да, одну? Наши книжки, да, конечно. Так, собери коллекцию хакасских музыкальных инструментов. То есть они с начала проекта, они уже были к началу проекта, да, выпущены? Или это уже как итог? Это итог проекта. А, все, поняла. То есть мы получили деньги как раз-таки на разработку. Кстати, сумма почти полмиллиона рублей. Ну, 420 тысяч, да? Ну, на издание книги это действительно ушло на печать. То есть создание видеокаталога, издание книги и проведение серии мастер-классов в музее. И книга необычная. Вот вижу как раз QR-код. Что это значит? Вот сейчас мастер расскажет. Мы открываем и читаем. Вот, допустим, у нас есть здесь замечательный инструмент шумовой. Читаем про этот шумовой инструмент, смотрим, как он выглядит, а потом берем мобильный телефон, наводим на QR-код и отправляемся на сайт Хакасской республиканской филармонии, где открывается плейлист, в котором мы сразу начинаем слушать колокольчик, эти жерди, вот эти вот копыта. Вы представляете? А сейчас нужен ваш телефон. Вы можете прямо сейчас отсканировать и погрузиться в... Вы пока рассказывайте, а я попробую сейчас исследоваться. На самом деле в Хакасии есть книги про музыкальные инструменты. Есть сборники по инструментоведению, есть сборники, как играть на вот этих инструментах в ансамбле. Хранятся эти книги в библиотеке. И когда я туда пришла собирать информацию, мне нужно было описание для каждого из инструментов, я очень удивилась. Несколько лет назад в Хакасии была выпущена книга про хакасские инструменты, очень красочная, там тоже были фотографии, Антон, по-моему, Литвиненко фотографировал инструменты. Они сделали эту книгу, и у них тоже есть несколько макетов, как оказалось. То есть, представляете, мы этот проект придумали, написали, сделали инструменты, пошли собирать вот уже на завершающем этапе информацию и столкнулись с тем, что, оказывается, кто-то до нас тоже, ну, как бы коснулась кого-то, такая идея сделать макеты. Не знаю, что было дальше, какая судьба была у того проекта, но наш проект... Хомеса там не было. Да, вот Хомеса там не было, там был Читхан и Шопан. Интересно, вот из этого макета вот этот создался был. Из этого макета можно даже вот книгу не портить, да, а тоже там же зайти на сайт. Да? И распечатать. Телармонии, распечатать себе. Ну, что, чего открыть книгу, да? В конце видеокаталога действительно есть вот эти макеты. Тут, видите, поэтапам все это расписано, каждый шаг. Можно спокойно, не спеша, в соцсетях как раз была обратная связь. Женщина написала, а я, вот мы еще мастер-классы не начали, и она написала в нашей группе, а я уже сделала свой Читхан. То есть, она зашла на сайте. Телармонии, распечатала. То есть, есть люди, которые заинтересовались. И сама покровались, да. Ну, а что, например, вот поедете вы куда-нибудь в гости, да, в другой регион. И можно как-то сделать себе сувенирчик. Вот, покупать не надо. Ну, или даже конфетки сюда положил какие-нибудь. И вот, пожалуйста, прекрасный сувенирчик. В большом, ну, количество экземпляров. В большом. Сто экземпляров. Сто экземпляров. И далее их судьба дальнейшая. Они не для продажи, они передаются. Они не для продажи. Мы не имеем права их продавать. Они распространяются по школам республики. Мы взаимодействуем с Министерством образования республики Хакасия. То есть, они подготовили нам список школ, которые нуждаются в таких книжках. По Абакану я сама развожу, общаюсь с учителями. Они дают обратную связь. И я действительно вижу важность этого проекта. Потому что во многих школах есть уроки хакасского языка, есть уроки краеведения. И с региональным компонентом, так называемые уроки. Региональный компонент. И у них очень мало пособий, с которыми они могли бы работать с детьми. То есть, предмет в программе есть, но каких-то интересных форм, чтобы это был не просто урок. Увлечь детей, чтобы их заинтересовать. И здесь, видите, мы такие сначала, я вот для себя думала, это будет какая-то альтернативная форма для уроков краеведения. Но на самом деле мы задеваем и хакасский язык, и изобразительное искусство, и музыку мы задеваем. То есть, на нескольких уроках может эта книга использоваться. Лариса, смотрите, вы же оформитель книги. Фотографии использованы. Это Настя фотографировала. Вот здесь, да. Все инструменты она отфотографировала, записала звучание, как они звучат. Вот то, что выложено на сайте. Кстати, я вышла, сейчас попробую, если что-нибудь воспроизвести получится. Куда? Меня привел коркод на сайте. Давайте попробуем. Так, сейчас обновим то, что-то. Мы видели инструменты. А, тут надо зарегистрироваться, нет? Нет. А, нет, вот, например, что у нас? Хомос. То есть, выбираем любой, да? Да, тут их несколько. Да, абсолютно любой. Ну, например, хомос. Здесь 14 инструментов в видеокаталоге представлено. То есть, тут сейчас у нас будет со звуком, да? Сейчас мы попробуем. Будет прям воспроизведение, да? Да. Сейчас посмотрим. Вот будет слышно, нет? Ну, тут не громко, да, так? То есть, мы выходим по QR-коду и дальше выбираем инструмент, который хотелось. Который заинтересовал звучание. Нет, у нас здесь несколько QR-кодов, и мы можем, прочитав про этот инструмент, перейти по QR-коду именно к нему. А, ну, то есть, мы рядом видим и выбираем то, что нас интересует, и переходим. Да. Это очень необычное издание. Я вообще впервые такого встречаю. Ну, может быть, я, конечно, раньше не. Ну, в Хакасии такого не было. Были отдельно представлены, вот, в Хакасской филармонии есть QR-коды, по которым тоже можно пройти, послушать музыкальные инструменты. У них оформлен стенд с инструментами, и рядышком QR-коды можно перейти, послушать. Про это мы тоже уже узнали, когда книжку выпустили. То есть, понимаете, вот эти мысли витали в головах у многих творческих людей Хакасии, видимо. Витали, но не... Да, то есть, они делали свои проекты, и мы вот где-то, мне казалось, мы тоже где-то рядом, да, то есть, мы сделали больше такой обобщенный проект, мы обобщили абсолютно несколько вопросов. Время идет, время развивается, технологии развиваются. Мы использовали эти технологии, которые есть, и воплотили это в издательстве, книге. Да, это было, на самом деле, очень интересно. Я пришла к Ларисе, она говорит, я вот сейчас программу изучаю новую, в которой резберсовать векторные изображения. Говорю, так, ну, давайте делать проект. И мы начали думать над тем, как это делать. То есть, до того, как мы выиграли грант, Лариса уже пробовала создавать инструменты. А средства гранта у нас как раз-таки дали такой большой толчок. Мы и отсняли эти все инструменты, и поработали со светом. То есть, обложка сделана, она такая вот, мы приоткрываем тайну, завесу тайны этих инструментов. И мы открываем, попадаем абсолютно в такое минималистичное пространство, где есть информация, где есть изображение. Мне нравится очень, как Лариса поработала с дизайном, то есть, она тоже, видимо, была нацелена на интерактивность. И вот описание бубна у нас в самом бубне, какие-то такие вот формы она нашла оригинальные. Ну, представьте себе, да, вот у творческих людей возникает идея, да, что-то создать. Ну, ладно, попробовать заявиться на грант, а вот выиграешь ты его, не выиграешь. Вот непонятно, да. Вы, кстати, надеялись, ну, понятно, надеялись, надеялись. Или это для вас немножко было приятным сюрпризом? Нет, я говорю, Настя, давай попробуем, давай. Она тоже сомневалась немножко, да, потому что, да, знаешь, ягод уже подавалась, что-то у меня не получилось. То есть, были попытки ранее? У меня ранее была попытка, я хотела организовать фотолабораторию для детишек. Это был мой самый первый грант, который я писала, я его не выиграла. И в этом году, я уже когда писала этот грант, мне говорили все, так, с этим проектом вы выиграете. Я говорю, ну, как-то еще не знаю, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот, и в итоге, да, мы выиграли этот грант, и грант на фотолаборатории мы выиграли тоже. То есть, вы его немножко поменяли? Тот первый грант, я его видоизменила, она у меня нет для детей была, а для взрослых. Вот именно для взрослых это прошло. Прошло? Это тоже вот в этом году было? Да, да, это уже реализованный проект, это наш Министерство культуры Хакасии финансировало этот проект. Креативные индустрии, да. Ну, мы чуть позже, если что, вернемся, да, к этому вопросу. То есть, смотрите, немножко подытожим, вот проект у нас по хакасским инструментам, он в несколько этапов, да. То есть, мы сказали, что, во-первых, создание книги, инструкции, это вот она и есть. Книга-инструкция, где может любой школьник могут... Часть мы знакомимся с инструментами, а вторая часть полностью Ларисина. Она полностью делала и макеты, и сделала инструкцию для детей, как собрать дома. Придя на мастер-класс, понятно, мастер поможет. Да. И ребенок сможет освоить это. А дома сам, и здесь один, два, три пунктики, перелистываем, идем дальше, что нам понадобится, смотрим, все подготавливаем. И можно даже взглянуть, как это делается. То есть, мы не просто рассказываем там... Мы видим фотографии. Ребят, ребят, вот делайте это вот так, и все у вас будет хорошо. Иногда, когда я сейчас с ребенком собираю оригами, не всегда понятно описание. А когда есть еще визуальное сопровождение, ребенку гораздо проще, даже шестилетнему ребенку будет гораздо проще собрать. Согласна, да. Ну, здесь прям очень доступно все. Даже ребенок, может, один сядет и сообразит по картинкам. И написано, и фото. Это наш такой большой первый этап. Про мастер-классы мы тоже немного говорили. То есть, один из этапов – это как раз мастер-классы. Вы по республике или по Абакану только проводите мастер-классы? Изначально по проекту было задумано провести мастер-классы в Хакасском республиканском музее имени Леонида Романовича Козласова. Они любезно выступили партнерами нашего проекта. Вообще, музейщики, они люди достаточно активные. И когда им предлагаешь какой-то интересный проект, они руками и ногами за. Мы этим воспользовались. Мы начали дружить с музеем. Они нас принимают два раза в месяц по воскресеньям. Экскурсовод проводит для детишек экскурсию, рассказывает. Дети там с открытыми ртами, с телефонами стоят, слушают. Соня Шотина проводит экскурсии. Она в команде нашего проекта была изначально. Наша замечательная девочка-экскурсовод. Очень любит детей и очень классно с ними взаимодействует. То есть Софью слушают на одном дыхании. Она им показывает не только старые инструменты, на которых играли древние люди. Представляете, как заинтригованы от детишек. Нет, ну, когда туда приходят на эти мастер-классы еще и музыканты. Хансын. И они прямо выступают и играют на этих музыкальных инструментах. И на хомосе тут же, и на чатхане, и на бубне. Тюр. И мало того, что они играют, они еще и рассказывают интересные истории. Вот мне там одна история понравилась у Ирины Баргаяковой, когда она играла на хомосе. Она такую рассказала историю. Говорит, раньше вот хокасы, ну, вот, например, охотник. Он, когда уходил на охоту, он там себе строил временное жилье. И построил это жилье. Берет, значит, и тут же начинает делать хомос. Сам хомос, да. Вот представьте себе, вот такое бревно, да. Из него вот так вот вынимается вот лишнее, да. Вот это, вот это, как ложечка, да. Сверху натягивается кожа. Вот это верхняя дека. Вот это верхняя, как бы, дека, да. Вот тут вот кожа, вот так вот, ага. Струны – это конский волос. И начинал играть музыку хокасскую, как бы прося у природы, ну, чтобы все получилось с охоты. Видите, с охоты не всегда все бывает прекрасно. Значит, он играет, играет, играет. Ну, и потом, оказывается, у хомоса, вот тут в задней стороне, есть душа хомоса. Вот как бы, думаете, почему там душа нужна? Ну, понятно, тут вот для звучания есть вот это отверстие, да. А еще вот тут. Потому что, когда он играет, вот эта часть, она очень близко к пупку. И вот этот дух, он как бы заходит и наполняет человека такой духом хомоса. И вот мне еще такой момент понравился. Она вот это все рассказывает, рассказывает. И, значит, хомос, значит, он сделал, сходил на охоту. И он этот хомос оставляет там, в этом жилище. Как бы, ну, спасибо сказал, что все хорошо получилось. Вот, интересно, такой момент рассказала. А Ирина Баргаякова как-то мне запала как-то в душу вот этот рассказ. Это вот на мастер-классах было? Да, на мастер-классах. И она играла, играла, ага. И там еще вот эта Майнагашева, тоже она вот на Бубне, она играла, тоже там рассказывает. Из чего сделать, из каких материалов, что это из кожи, там, из каких животных. Ну, и, естественно, показывала, как звучит. Детям дают попробовать. А поиграть не дают попробовать. Потрогать. Дают попробовать. Настоящие. Настоящие инструменты дают потрогать. Нет. Потрогать не дают, как настоящие. А вот, знаете, вот Ирина Баргаякова, она тоже там интересный момент рассказала. Вот я, говорит, настолько, говорит, чувствую свой инструмент. Даже вот если его оставила, да, ухожу, я, говорит, я сразу пойму, что его кто-то трогал. Да? Да. Вот представляете себе. Энергетика остается у другого человека, да? И это, значит, дети все лепят, лепят, лепят. Я говорю, а где душа хомоса все? А-а-а, дырочку. То есть надо обязательно. Душу, видите, тут дырочка. Ага. Да, вот я вот этот момент не знала, когда лепила, вот что-то душа. И тут нет. Да, это уже поздно. Это уже, когда вот рассказали эту историю. Потом у нас же есть мастера наши, хакасские, очень известная, это, значит, Петр, Петр Яковлевич Топоев. Он изготавливает хомосы. И я почитала вот его интервью в интернете. И он как раз вот про эту душу хомоса тоже рассказывает. Интересно. Он, говорит, один раз, говорит, что-то, говорит, мороз такой пришлось играть где-то. И что-то ей даже кушать хотелось. А начал, говорит, играть. И как будто, говорит, меня, говорит, что-то наполнило. Какой-то силой, какой-то вот таким, какой-то энергетикой. А потом понял, что вот эта душа хомоса, она вот зашла внутрь и как обволокла его таким тёплым светом. И ещё у нас есть мастер в Хакасии. Это, значит, Сергей Черков. Сергей Трофимович Черков. Очень известный. Он и музыкант. Он сам изготавливает читханы, да, и разрабатывает там тоже такими музыкальными. Потому что, видите, он сам музыкант. Ещё знает, что надо музыканту. А он тоже на мастер-классы? Нет. Ну, мы детям рассказывали, показывали, что у нас есть такие известные мастера. Наши хакасские страдивари. Да. Фотографии показывали. То есть чувствуете, заряжена любовью проект ТОК. Есть какая-то энергетика у этой книги, однозначно. Вообще, когда мы придумывали этот проект, уже грант был практически готов. Нужно было название для проекта. Я начала думать, как же, как нам назвать наш проект. И обратилась к ответственному секретарю газеты Хакасии. Я знаю, что она учит хакасский язык. Я ей говорю, Вера Дмитриевна, переведите мне, пожалуйста, как будет по-хакасски мелодия и как будет в переводе звук. И вот она мне перевела, сказала, вот кёк – это мелодия, и звук – это ум. И я так посидела, подумала, подумала, пусть всё-таки будет мелодия. Ну, потому что звук, в звуке мне показалось мало души. Да. А вот в мелодии уже чувствуется что-то такое сакральное. Поэтому я всем говорю. Скажите, как дети вообще реагируют? Они задают какие-то дополнительные вопросы? У нас же дети очень любознательные. Они иногда могут как что спросить, и так даже порой иногда можно растеряться. Что происходит на мастер-классе? У нас есть важная возможность, да, не просто послушать музыкальные инструменты, но напрямую задать вопросы. Они спрашивали, да. И о чём они спрашивали, да. Вот интересный тоже вопрос такой был у одного мальчика. Он обратился Евгению Александровичу, говорит, Лукбашеву. Говорит, а как вы, говорит, этот голос делаете? Как это? Как это у вас-то это получается? И вот он, давай рассказывать, что вот. Или там задали вопрос, например, а когда у вас этот дар появился? Да, тоже он там рассказывал, ага, но вообще много, он же очень много стран посетил, Евгений Александрович. Вот он рассказывал, что вот он в такой-то стране был, в такой-то, в общем, там 15 стран аж посетил со своим вот этим горловым пением. Ну, детей всё-таки это очень что-то такое таинственное. А я до сих пор помню мальчика с первого нашего мастер-класса. Был маленький мальчик, но, возможно, был не маленький, он был просто низенький, коренной национальности. И он сидел сначала, слушал, слушал. У нас на первом мастер-классе Аржан играл на «Юхе». Это такая хакасская скрипочка. Выглядит как холмс, только играет на ней с помощью смычка. И Аржан играет, и этот мальчик слушал, слушал, сидел, присматривался. Потом схватил карандаш и вот давай музицировать. У него вот пошла вот эта вот энергетика. Так классно. Такие искренние эмоции. Прям не смог остановиться. Да, я его запомнила. И он прям вот тоже у него вот как Гарри Поттер палочкой. Так вот мальчик вот этим карандашом. Так здорово было. Скажите, вот эти мастер-классы уже в течение какого времени проходят? Когда вообще все началось? Реализация сама. Мастер-классы с 17 сентября. Мастер-классы. С 17-го они начались и будут до 24-го, завершающие. Ноября. А, вот последнее воскресенье, на которое вы приглашаете в музей. То есть еще можно успеть? Еще можно успеть. У нас остался последний мастер-класс. На нем будут также солисты ансамбля «Хан Сын». Также детей проведут в музейные фонды, покажут инструменты. И Лариса сделает с ними читхан. Кроме того, она их еще учит рисовать хакасские орнаменты. Да, мы разрабатываем прямо. Каждый свой орнамент разрабатывает. И им просто показывают, как вот можно. И все они там сами рисуют. Все вот эти хакасские. Прямо гуашью, кисточкой рисуют. Хакасские орнаменты. Очень интересно смотреть. А вы на каждом мастер-классе всегда? Лариса у нас всегда. Я помогаю сделать макеты, как бы реализовать. Они же вот плоские, вот так вот, да? У вас уже вот эти заготовочки, которые в книге также есть. Вы их распечатываете, да, просто? Да. Распечатываем потом и объясняю, что надо их приклеить на картон сначала. Потом вырезать. Потом согнуть вот в этом месте, вот в этом месте. Вот тут, например, вот видите, вот так вот сгибаете. Раз, уже получается похоже на Читхан. Вот так вот. Но все, ваша студия теперь не останется без Читхана. Да, видите, вот эти части, вот эти ушки. Я их называю ушки, потому что сюда наносится клей. Ага. И вот дети, ну вот дети некоторые начинают там, вот, у меня приклеивается. Вот, помоги, Лариса Юрьевна. Грусичевости, да? Да. Ну вот так вот, ага. Вот так показываешь им, так вот, ага. Так они склеивают. И каждый уносит свой... Ну, то есть забирают себе, да? Лариса Юрьевна. Это важно для детей, что свою работу можно было не показать. Я им еще, знаете, приговариваю, знаете, вот родители, они всегда радуются успехами своих детей. Я говорю, вы постарайтесь, говорю, покрасивее сделать. Чтобы принести, показать. Да, вы же принесете родителям. Знаете, говорю, как будет приятно родителям увидеть, что их ребенок сам сделал хакасский музыкальный инструмент. Лариса Юрьевна, а на последнем мастер-классе вы не просто орнамент рисовали, вы помните, мы еще рассказывали про хакасский вот этот вот кис-кисет, да, по-моему, был, который побывал в Париже на выставке. А, да. Расскажите нам. Кисет, ага. Я с собой фотографию не принесла. Ну, в общем, вот у нас Минусинский известный музей имени Мартьянова. И там есть кисет хакасский, который побывал на всероссийской выставке в Париже. Но дети у нас все знают, они все уже в курсе. Да-да-да-да-да, мы знаем, знаем. А я думаю, что пришли, сразу прочитали, и все, они все знают. А, да. А у меня там все подписано было. Они ваши конспекты подоглядели. А сейчас вот я даже советую это съездить в Минусинский музей. Он сейчас по-новому все сделанный. Да. Там новые экспозиции сделаны, все вот это по-другому смотрится. Сама площадь теперь другая. Там стоит, значит, и колокол большой, там и ангел. И вот эти старые здания, их отремонтировали. Так они хорошо смотрятся. И театр тоже отремонтированный. Ну, у нас в планах тоже съездить в театр, но пока все не доходит, как бы, дела. Потому что мы заняты на мастер-классе. Да. Ну, вот смотрите, в рамках проекта книги созданы. Все раздали книги или еще пока продолжается? Нет, не все. На этой неделе, я полагаю, что будут во все школы Абакана доставлены эти книжки. На этой неделе. То есть, потому что проект уже подходит к концу. Плюс еще эти книги через Министерство образования и науки Хакасии будут переданы в районы. То есть, в Абакане, в Алтайском районе полностью во всех школах должны быть эти книжки. Потому что мы Алтайскому району через молодежный центр передавали их. И они нам отчитывали, что мы там в Кировскую школу передали, в Белоярскую школу они передали. Один район Хакасии получил эти книжки. И все остальные районы получат от Министерства образования. Как вы считаете, используя вот эти книги, иллюстрации, там уже готовые мастер-классы, насколько эффективны станут занятия? И все-таки какой эффект будет от этого? Потому что дети современные, наверное, не так сильно. заинтересованы. Поэтому такие проекты и нужны. Поэтому мы и говорим об этом, и мы везде пытаемся про это говорить. Будет эффект. А знаете, когда я пришла в 21-ю школу, это школа для слепых детишек в Абакане, я им привезла эту книжку. И учитель хакасского языка, она меня встретила с распостертыми объятиями. Она говорит, я всю осень ждала, когда к нам принесут эту книгу. Нам она очень нужна. В 21-й школе очень классный музей. Там собраны и хакасские костюмы, и у них тоже есть миниатюрки музыкальных инструментов. Поэтому вот наша книга, даже не в библиотеке, а в музее, мне кажется, займет достойное место в этой школе. И, естественно, дети будут заниматься. Потому что у педагогов такой отклик. Если педагоги заинтересованы, они смогут и детей заинтересовать. Согласна. И меня вот в этой школе очень-очень тепло встретили. Они мне показали не только музей. Мы с ними проговорили про альтернативное образование. Для меня это очень важно. Потому что, понятно, классическое образование, оно на первом месте стоит. Но чтобы лучше что-то запомнить, нужна какая-то яркая вспышка. И я думаю, что наш проект для хакассии, он как раз-таки станет той яркой вспышкой. Его запомнят. К нему будут обращаться. И будут про это говорить. Не в каждой школе, не в каждой школе на библиотеке книга будет. Потому что школ в хакассии более двухсот, а книг всего сто. Но половину школ мы охватим этими книжками. Те дети, которые побывали на мастер-классах и принесли с собой уже работу, они уже в памяти останутся, они принесут домой. И будут у них стоять еще долгое время, лежать где-то, храниться на полочке. Музыкальные инструменты изготовлены своими руками. Потому что я прекрасно по своей дочери знаю, как они все свои работы детсадовские, потом школьные, как они хранят и гордятся ими. И наверняка действительно память на всю жизнь. Вот смотрите, обратите внимание, у нас на этом книге, вот на первой полосе хомес, с другой стороны чатхан. И мы собираем два музыкальных инструмента. Но там их много. Ну, в смысле, не два только, а макет это только два. То есть проект можно дальше продолжать. А, ну да, по сути. Можно и другие там также два, также макеты разрабатывать. Так что для будущих творческих людей, пожалуйста, дерзайте. А вот по оформлению, да, вот такое вот черное оформление, да, Египта. А это вот Настя, она задумка. Она как-то как-то загадка. А почему, кстати? Загадка. Я поняла, что хотелось там загадку, таинственность придать. Но смотрится очень стильно и современно. Какое-то мое такое вот видение. Матовое, да, такое. Я вообще люблю контровые схемы освещения, когда источник находится сзади и когда он обрисовывает силуэт. И когда у нас, нам все-таки сказали, что да, книга в Хакасии такая будет, у меня даже сомнений не возникло. Что она будет черная? Нужно ее, да, проявлять из темноты, вот эти инструменты. Как будто они вот так вот сейчас выдвинутся и прямо в ручки попадут. Вот, и вот этот образ, он у меня сложился достаточно так давно. И когда мы получили средства, я сразу никаких вариантов других не рассматривала. Так сильно приятная обложка, кстати. Да. Такая, не знаю, как объяснить. А у нас еще печать тоже необычная, то есть все буковки можно прям потрогать. Да? Да. То есть они вот здесь на глянцевой бумаге, их, они чувствуются. То есть вы имеете в виду, что для... Нет, нет, это не для детей, у которых есть проблемы со зрением. Она без шрифта, то есть она просто, у нее хорошее, приятное тиснение, когда ты читаешь и вводишь. Вуклы как живые, да? Да. То есть книжка сама играет с детьми. Угу. Смотрите, еще в рамках проекта это у нас каталог музыкальных инструментов. Я правильно поняла, это то, куда я попала через QR-код? Это есть вот этот каталог, уже там очень много. Да, это есть видеокаталог. На сайте Республиканской филармонии, правильно, да? Да, да, да. То есть не обязательно через QR-код можно зайти на сайт филармонии, да? Можно. И попасть... Можно. Там есть баннер проекта Кёк. Можно... Заходим туда, и все, и попадаем в этот каталог. Можно через ВКонтакте. Там есть прямо проект Кёк. Ну, тоже все наши мастер-классы, как мы проходили. Там вот эти музыканты, где выступали. Все можно посмотреть. И это... Ну, то есть это такой, как итог такой проекта, каталог музыкальных инструментов. Да. И теперь это на постоянной основе. Он на сайте. Да. Педагоги тоже могут во время занятий, кстати, да? Включать. Уже готовые у них... Да, практически во всех школах уже есть проекторы. Поэтому выводить и слушать, и смотреть, как на нем играет музыкант. Мы не просто отсняли статичную картинку, где музыкант сидит и за этим инструментом исполняет композицию. Мы еще подсняли крупные планы. То есть ребенок может посмотреть, как это все делается, как на нем играют, как за струны за эти щиплют, дергают, как с мячком водят. То есть заглянуть за спину музыканта. Когда даже в зрительном зале сидишь, ты видишь вот лицевую сторону. А здесь часть, возможность заглянуть за спину музыканта и посмотреть, как это там все происходит. И причем, по-моему, там снято тоже так в полумраке, да, мне показалось, да? Как-то вот что-то в такой же... Да, структика. В таком же стиле, как вот оформлена книга. Да. А скажите, а были случаи во время мастер-классов, то есть во время работы с детьми, что кто-то настолько сильно заинтересован был, что захотел, может быть, как-то дальше продолжить изучение и, может быть, дальше куда-то... Я краем уха слышала, что на последний мастер-класс к нам мальчик приходил. Он потом вот как раз Соне рассказывал после экскурсии, что он тоже пробовал играть на Читхане, пробовал играть еще на одном инструменте, по-моему, на Тимир-Хамысе он играл. То есть он целенаправленно пошел, чтобы посмотреть, что у нас. Прекрасно. И у нас получается реализация проекта как раз до 2023 года. То есть вот как раз передать книги, да? Да. У нас осталась неделька, и проект будет завершен. В декабре мы уже отчитываемся за результаты этого проекта. А давайте еще расскажем, кто в команде проекта, про остальных людей. Сегодня у нас, получается, Анастасия и Лариса, да? Анастасия, еще раз напомню, что руководитель проекта, Лариса Баканова, фотохудожник, оформитель. Фотохудожник, оформитель книги. Расскажем про стальник. Софья Шотина. Она у нас организатор экскурсии от музея. То есть она погружает детей в мир истории. Она рассказывает им. И я думаю, что мы, может быть, придем с ней к вам в гости, и она вам тоже расскажет. Она очень интересно рассказывает про историю кукавских музыкальных инструментов. Да, кстати, да. Она сама играет. Может, с собой что-нибудь? Мы иногда и даже в этой студии умудряемся. Играть. Конечно. И петь и играть. Мы с ней это обсудим. Но рассказать про музей, про экспонаты для нашего проекта она вам точно сможет. Марина Грибкова – наш пиар-менеджер. Она полностью отвечает за релизы, за информационное сопровождение проекта. То есть все информационное поле, которое вы видите вокруг этого проекта, это все Марина Грибкова. И Алина Небелюк. Она менеджер по взаимодействию артистов филармонии с командой проекта. Ну, вот что чувствуете? Уже проект подходит к своему завершению. А изначально был такой довольно-таки скептический настрой. Вы знаете, я думала, сейчас, ага, мы вот выиграли грант. Мы начнем делать этот проект. И каждый этап я буду прям проживать, прочувствовать. Мне хотелось на каждом этапе просто расслабиться и получать удовольствие. Но время очень быстро пролетело. И я чувствую, что мне не хватило. Да, абсолютно не хватило. Дальше хочется эти эмоции. То есть продолжать проект. То есть все-таки есть, да, планы? Планы есть. Возможно, не следующий год. Время нужно, чтобы еще подумать, составить новый. Да, планы продолжать. Есть работа в этом направлении. И даже работая вне фотографии, работая в газете Хакасия, я всегда интересовалась культурой Хакасии. Я не играю на музыкальных инструментах хакасских. У меня в арсенале только фортепиано и гитара. Этнической музыкой я интересовалась очень давно. И работая журналистом, я ездила на этнические фестивали. То есть как бы это все мне близко. Поэтому желание продолжать есть. И на самом деле для меня было большим удивлением, что в этом году я стала руководителем этнического музыкального проекта. Это первая победа с проектом, получается? Да. И параллельно вот тот проект, про который мы хотели поговорить. То есть изначально он был для детей, а потом вы его преобразовали немного и сделали для взрослых. Расскажите, что за проект? Четыре фотографа у меня выпустилось предметных. То есть фотолаборатория – место, где я планировала обучать фотографов. Но как планировала? То есть курсы для фотографов есть в Абакане, в других городах. Фотографов обучают основам. Обучают, как настроить камеру. Обучают, как работать со светом. А мне хотелось именно формат лаборатории, чтобы как в классе по химии с реактивами поработали тоже ручками все. То же самое с фото. То есть мне хотелось, чтобы фотографы не просто сказали, есть вот такие вот схемы света, используйте их. Мне хотелось, чтобы они сами прочувствовали, сами смогли настроить, сами могли выставить эту схему. И мы с ними полтора месяца занимались, практиковались в этой лаборатории. То есть на средства гранта мы полностью ее обустроили оборудованием, импульсным и мобильным светом. И можно... Они у меня создали свои фотошедевры, они сделали себе портфолио, они работают фотографами, снимают. А там сколько были большие средства по гранту? Там по гранту было вдвое меньше, чем по киогу. Но этого хватило для того, чтобы начать стартовый проект. Сейчас это все оборудование осталось в школе дизайна, и мы на этом оборудовании занимаемся с детишками. То есть дети, которые пришли в школу дизайна на курс по фотографии, они сейчас осваивают эту профессию и точно так же экспериментируют со светом. У меня пятиклажки настраивают разные световые схемы. Недавно мы с ними отрабатывали цветовой круг Итана. То есть я им не просто сказала, что есть такое, сочетать цвета можно по этому кругу. Вот вам схемы. Все, идите гуляйте. Они у меня сами брали этот мобильный свет, выставляли конкретный цвет и смотрели, как он сочетается с другим цветом. То есть интересно, тоже потом могу показать. Хорошо, если что, это уже... То есть это прям как в настоящей лаборатории, только для фотографов. Для практики. А сколько человек успело у вас обучиться? Четверо фотографов пришли ко мне прокачать свой скилл. Повезло. И прокачали. Прекрасно. А знаете, я хотела Ларису спросить. Ну, вернемся к этому проекту. Я просто сейчас смотрю и понимаю, что это действительно гропотливый такой труд, потому что вы создавали эти макеты. Это надо было все продумать. Это надо было все потом уже зафотографировать, расписать каждый шаг. Расскажите, как вообще шел этот процесс? Ну, когда мы с Настей поняли, что надо все-таки делать этот проект, когда уже все понятно было, когда это все в мыслях было, а тут уже надо было воплотить. Ну, Четханам проще. Что тут? Вот такая. Да. Вот так раз, из прямого, все прямые линии. Сложность заключалась в их омысе, потому что он, видите, с обратной стороны такой объемный. Да, да, да. И мне хотелось, чтобы дети, вот они, ну, можно было, да, вот так кругляшок слепил и вот так вот раз залепил сюда. Потом, думаю, у каждого же будет, ну, одна сторона это неровная, да. Я хотела, чтобы он максимально получилось красиво у каждого ребенка, да. И потому у меня, видите, если посмотрите, у меня там такие ребрышки есть, да, вот чтобы можно было ориентироваться ребенку, чтобы не выходить за край, за край вот эти вспомогательные. Да, забивали пластилином вот эти ребрышки. Да, 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 вот, да, да, вот видите, вот прям показано, вот видите. Вот, и вот дети, они так и выкладывают, вот так вот. Значит, с одной стороны, с другой, с другой. И вот так вот, чтобы ровненько вот так вот все получилось. Максимально красиво, чтобы получилось. Да. Вот. Должна получиться полусферическая форма. Читаю я пункт 15. Вот, и вот все, значит, материалы закупили на средства гранта, и пластилин вот этот, и картон там, и краски, все вот это, ага-ха-ха. И дети лепили с удовольствием. Ну, так вот. Сколько времени вообще мастер-классы? Полтора часа. Полтора часа. То есть это два инструмента за полтора часа? Нет, да, один инструмент. Один. Ну, потому что экскурсия. Либо тот, либо тот. Да, чередовался у нас. То хомос, то читхан. Сейчас тут читхан остался, ага. Вот в воскресенье читхан были, да? То есть три группы детей собрали хомосы, три группы детей собрали читханом. А сколько всего детей прибыли? Двадцать человек. Двадцать человек. За раз за один раз. В одном мастер-классе у нас участвуют. И возраст там тоже разный, да? Да, от трех до девяти. Третьего класса, да? Третьего класса до девятого. В основном абаканские школьники, я так понимаю. Да, в основном абаканские, но с Аршанова к нам приезжали. Для них, представляете, для деревенских ребятишек сесть в автобус, поехать до Абакана, да. Потом по музею посмотреть экспозиции наши, нашего музея. Музыкальные инструменты посмотреть, исторические. А там так интересно сейчас сделано. Там же прямо вот в натуральную ветчину такие вот куклы стоят. Кстати говоря, куклы там делает Наталья Сафронова, вот из Минусинской художницы, моя однокурсница. А потом они, когда после экскурсии пройдут по экспозиции, уже к нам попадают, где сидят музыканты с музыкальной, прямо все они в этих национальных одеждах, с инструментами демонстрируют. А потом они, мы уже сами уже лепим вот эти музыкальные инструменты. Ну и параллельно общаемся, разговариваем. Да, иногда даже их воспитываю. Говорю, дети, вы когда вырастите, не забывайте своих родителей. Они вас столько вкладывают, они вас так любят, они так хотят, чтобы у вас все было хорошо. Вы старайтесь для родителей. Успевайте еще. На самом первом мастер-классе, да, Лариса рассказывала детям, как формируются нейронные связи, когда работает мелкая моторика. А как они формируются? Давайте напомним. Нет, ну когда делает что-то руками, наш мозг, он же запоминает. Он там выстраивает вот эти схемы, все, он запомнит. У него всяко развивается мозг. Я говорю, вы сейчас не просто лепите, вы развиваетесь. Успокаивающий такой эффект, который дает работу руками. Да, и сформируются новые нейронные связи. Наша мелкая моторика, она напрямую связана с мозгом. Поэтому они не только выходят после мастер-класса духотворенные, но и умные. Чем ровнее у вас вылепится хомос, тем ровнее там сформируются нейронные связи. Лариса, скажите, а у вас в планах хочется еще поучаствовать в подобных проектах? Будете еще вместе с Анастасией что-то создавать? И что хотелось бы? Может быть, у вас что-то еще, какое-то другое направление? Видите, у меня очень много направлений. Я же еще делаю куклы хакасские по имени Точа. Учите детей? Да, я детям показываю, что вот у меня есть такая кукла. У них сразу вопрос, а где мастер-класс? Мы хотим мастер-класс, потому что они видят вот эти куклы Точа. Я говорю, знаете, мастер-класса нет, потому что куклу делать очень сложно. Это не за один час делать. Если, например, каждый ребенок будет разрабатывать свою куклу, там это, знаете, еще дольше. Там сначала эскизы, там смотреть какие-то аналоги, там все это анализировать. Это все. Пока нету такого, потому что это сложный все-таки процесс с куклами. Но желание есть. Что-то покроще только если, чтобы уместиться в куклу. Если уже точно вот мою куклу посоздавать, тоже надо разрабатывать это. Тут с одним хумусом, видите, сколько сделать. А куклы там же и ножки, и ручки, и голова. Это не одно занятие надо посетить. И платье хакасское. Да, там все. Хотелось бы что-нибудь свернуть с этим, какой-то проект. Мы изначально думали с Настей, но понимали, как это сложно. Это, знаете, надо даже какой-то курс. Да, да, да. Годовой. А можно с видео. Годовой курс. Вот мы хотели, да, запустить онлайн-курс, и в итоге потом наши мысли привели нас к изготовлению хакасских музыкальных инструментов. Ну, изначально, да, мы обсуждали онлайн-курс по созданию хакасской куклы. Это очень интересно, мне кажется. У Ларисы есть свой личный бренд. Точи. Точи. Да, это прямо вот ее личный бренд. У нее она выглядит, она не похожа на всех других кукол. Да. У нее национальный колорит, у этой куклы очень такой классный. Она, знаете, она как бы не модель человека, я всем объясняю. Это стилизованный образ девочки, нашей современницы. То есть вот я такую придумала историю, значит, девочка пришла выступать на сцену. То есть она вот из нашей дни, не историческая она. У нее ботиночки наши, современные прямо. Ага, ну, одетая в стилизованное хакасское платье. И вот она вышла выступать. Вот такая вот точа. Почему точа? Значит, посмотрела я в нашем словаре хакасском, ага, имена. Точа. Вот, например, хакасская женщина говорит слово доча, да? Доча. А звучит точа. Ну, то есть точа, точа. Вот так вот. А, вот она. Да, да. Вот почему я назвала ее точа, да. Вот так вот. А сейчас, знаете, вот сейчас конкретно я занимаюсь еще одним проектом. Ко мне обратилась Галина Анатольевна Иванова, автор книги «Парад победы. Вспоминаем». Ну, уже она ко мне как к дизайнеру обратилась. Да. И мы сейчас начали вот следующий проект. К сожалению, эфирное время подходит к концу. Не успели все обсудить многое. Я думаю, еще как-нибудь обязательно встретимся в студии, да? И продолжим. Хочется всем напомнить, что у нас Анастасия Пачина, фотограф, руководитель проекта «Кек». Лариса Баканова, фотохудожник, оформитель книги, то есть, собственно, да, которую мы сегодня листаем в течение всей программы. Спасибо, что пришли, уделили время. Мне кажется, что очень много интересной информации сегодня прозвучало. И приглашаем всех в воскресенье желающих детей на мастер-классы по созданию хакасских инструментов. Спасибо вам, хорошего вечера. Нашим телезрителям, слушателям говорю, до свидания. Не переключайтесь.